Завершился первый этап приемки образовательных учреждений Черкеска к началу нового учебного года. Сегодня межведомственная комиссия оценила готовность примерно десятка городских школ. О том, на что обращают внимание специалисты различного профиля в сюжете корреспондента. Специалист Росгвардии проверяет состояние системы видеонаблюдения на территории 18-й гимназии Черкеска, ведение журнала посещений, то есть все, что связано с обеспечением безопасности педагогов и их воспитанников. Большое внимание уделено именно безопасности в связи с новыми ситуациями, с новыми реалиями нашей жизни. Это вот у нас Росгвардия. Проверяется работа прежде всего антитеррористического комитета и со всеми связанными ситуациями, которые это журналы, журналы оповещения, работа, кнопки тревожные. И это лишь малая часть тем, которые интересуют представителей городской межведомственной комиссии по приемке детских садов и школ перед началом нового учебного года. Ранее сотрудники нескольких профильных ведомств оценили готовность всех дошкольных учреждений Черкеска и примерно половины общеобразовательных организаций. Теперь посетили оставшиеся школы. Впрочем, по мнению экспертов, чаще всего нареканий к таким объектам не возникает. А если они и есть, время на устранение недочетов имеется. Как правило, школы и детские сады готовы к этому полностью, так как это проводится проверка ежегодно. Ребята и люди знают, чем это заниматься в этом вопросе. Ну а наша задача смотреть. И если есть какие-то мелкие недоработки, недостатки, значит, у нас еще есть время в течение всего августа, чтобы эти нюансы все исправить и поправить. К чему у членов комиссии точно не было претензий, так к состоянию медицинского кабинета в здании 20-й школы, где сейчас квартирует коллектив 5-й гимназии. Мы сейчас находимся в данном кабинете, который вообще соответствует всем санитарным нормам. Оборудован он тоже по стандарту. Мы очень бы рады были, чтобы это все было у нас во всех школах, но, к сожалению, у нас очень много приспособленных школ. Вот данное здание и данный вот этот медкабинет, где имеется отдельный процедурный кабинет, где проводятся процедуры, ну и по приему и оказанию просто амбулаторной помощи. Состояние пищеблоков, электрощитовых, коммуникаций, кабинетов – это лишь малая часть того, что также подлежит проверке. Затем эксперты письменно оценят степень готовности учреждения образования, дадут необходимые рекомендации, чтобы предстоящий учебный год все школы и детские сады Черкеска провели на должном уровне с комфортом и соблюдением всех мер безопасности. Артур Мухцемиха Кракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.